Добрый день дорогие друзья, меня зовут Владимир и сегодня мы с вами кратко проведем небольшой обзор на тему характеристики бензинового двигателя объема 1,6 литра, 114 лошадиных сил, который устанавливается по умолчанию на переднеприводное Рено Каптур. Мощность двигателя составляет 114 лошадиных сил, более подробно этот и другой материал вы можете почитать как всегда на нашем сайте bazlight.ru, ссылка на сайт будет под видео и под описанием. А сегодня мы с вами разберем и рассмотрим непосредственно краткий обзор надежности, экономичности, а также долговечности силовой установки бензинового типа с маркировкой HA16D-H4M с рабочим объемом 1,6 литра, который по умолчанию устанавливается на переднеприводные модификации Рено Каптур с 2016 года. Почему мы решили разобрать непосредственно эту тему, кратко сказать про характеристики, мы непосредственно поискали сети интернет на крупных автомобильных форумах, сайтах, информацию и отзывы владельцев. Дело в том, что довольно много идет высказываний, точнее не в пользу этого двигателя, говорят о том, что двигатель производится в Тольятти на заводе ВАЗ, двигатель ненадежный, он не тяговитый, он даже гарантийный срок не отработает, а уж тем более с вариаторной трансмиссией, в паре с которой он также идет и компонуется, что это в принципе вообще деньги на ветер, что даже 100 тысяч километров с трансмиссией вариаторного типа двигатель не отходит. Вот мы решили пособирать информацию, постарались непосредственно поговорили, побеседовали с экспертами на эту тему и хотим кратко вам рассказать про технические характеристики этого двигателя, про пользу или достоинство, недостатки силовой установки и, скажем так, более подробнее с вами далее видео мы об этом порассуждаем. Итак, двигатель внутреннего сгорания с заводской маркировкой HA16DE или H4M производится на заводе ВАЗ в городе Тольятти, Россия и имеет локализацию деталей и узлов на уровне 65-70%. История двигателя довольно богатая и давняя, он устанавливается и продолжает устанавливаться в легковые автомобили, вот уже как на протяжении 10 лет. Справочно отметим, что данный двигатель производится не только в России, но также в Китае и Румынии, но для Renault Captur и Renault Duster производство налажено только в городе Тольятти. Силовая установка такого типа работает в паре с механической коробкой передач или, как мы сказали ранее, в автоматической вариаторного типа. Справочно отметим, что начало производства силовой установки заложено в конце 2006 года и изготавливается он по сей день. Впервые этот двигатель устанавливался на Nissan Note, Nissan Tida и даже Nissan Micro, в дальнейшем на Nissan Qashqai и Nissan Juke. Так же как и двигатель MA20DE устанавливается и на автомобиле марки Renault, начиная с 2016 года, где стартовало его и производство в городе Москве. На сам Renault Captur двигатель устанавливается заводской маркировкой H4M. Мотором комплектуются автомобили концерна Renault Nissan, но также модели VASA, на примере Lada Vesta и Lada X-Ray. Двигатель VASA поставляется на московский завод Renault и устанавливается на Captur и Duster. Как сообщалось в официальном пресс-релизе компании VASA, локализация силовой установки обошлась в 300 миллионов долларов США в эквиваленте, а максимальный объем производства завода может достигать 400 тысяч единиц в год. По характеристикам, почти отечественный мотор с маркировкой H4M практически ничем не отличается от HA16DE, за исключением немного большего крутящего момента, достигаемого при 4400 оборотах в минуту. А теперь давайте приступим к расшифровке заводской маркировки, которая звучит как HA16DE. Итак, HA. Первые две буквы HA выступают как название серии двигателя. Далее идут 16. Поделив на 10, мы получаем объем двигателя равный 1,6 литра. Далее идут D. Двигатель имеет 4 клапана на цилиндр и 2 распредвала. Буква И, латинская, означает то, что двигатель многоточечный, электронный впрыск топлива с форсунками. Более наглядно, краткий расход топлива и характеристики данного двигателя вы можете видеть у себя на экранах. Итак, двигатель HA16DE, который устанавливается на Renault Captur и Renault Duster, имеет расход топлива следующего характера. Город 8,9 литра, трасса 5,7 литра и смешанный расход, опять же, подчеркиваю, с вариаторным типом трансмиссии, составляет 6,9 литра на 100 км пробега. Мощность этого двигателя, как мы сказали ранее, составляет 114 лошадиных сил для Renault Captur и Renault Duster. Кроме этого, двигатель имеет 16 капонов, по 4 на каждую, и крутящий момент равный 148 ньютон на метр при 4400 оборотах в минуту. А теперь, что касается надежности силовой установки. Он является абсолютно ничем не примечательным двигателем. На практике способен проехать около 250-300 тысяч км пробега, даже более. К бензину совсем нетребовательный. При рекомендованной марке AI95 можно спокойно заливать даже 92-й. И, как мы сказали ранее, на сегодняшний день является титульным или двигателем по умолчанию для Renault Captur первого поколения и Renault Duster после рестайлинга, которому он подвергся в начале 2015 года. А теперь мы с вами рассмотрим распространенные проблемы и неисправности с данным двигателем. Во-первых, это свист двигателя, который довольно часто можно услышать и увидеть на распространенных форумах. Это самый распространенный, скажем так, негативный момент у данного двигателя. Проблема кроется в ремне генератора. Проблема решается его подтяжкой или вовсе заменой. Также довольно часто можно слышать, что двигатель такого типа сталкивается с прогоранием кольца приемной трубы. Происходит это на оборотах среднего диапазона. При ускорении слышен более громкий грубый звук. Решается, как правило, заменой прокладки. Кроме того, отмечается, что довольно часто бывают вибрации двигателя. Обычно это является симптомом скорого выхода из строя правой подушки двигателя. В данном случае требуется замена элемента. Также может внезапно глохнуть двигатель. Проблема в реле блока зажигания. Из-за этой неисправности компания Nissan даже делала отзыв целой партии автомобилей. Решается проблема замены реле блока зажигания. А теперь давайте с вами рассмотрим, как мы и говорили ранее, краткие характеристики двигателя. HA16DE, A4M, которые по умолчанию устанавливаются на Renault Captur первого поколения и Renault Duster после рестайлинга. Итак, годы выпуска. Сам двигатель, в принципе, выпускается 2006 года. Только в 2015 году его доработали, усовершенствовали и начали применять непосредственно на моделях компании Renault. Материал блока цилиндров алюминий. Система питания инжектор. Тип двигателя рядный. Привод ГРМ. Цепная система. Количество цилиндров и клапанов. 4 цилиндра и 4 клапана на цилиндр. Ход поршня в миллиметрах равняется 83,6. Диаметр цилиндра в миллиметрах 78 ровно. Степень сжатия равняется 9,5. Объем двигателя, если брать точно в кубических сантиметрах, он равен 1598 кубических сантиметров. Мощность двигателя в лошадиных силах для Renault Captur и Duster 114 лошадиных сил при 6000 оборотах в минуту. Крутищий момент ньютон на метр составляет порядка от 148 до 156 ньютон на метр при различных оборотах в минуту. От 4 до 400 тысяч оборотов в минуту. Желательно потребляемое топливо АИ-95. Экологические нормы Евро-4 и Евро-5. Как бы сказали, расход топлива смешанный составляет около 6,4 и 6,9 в зависимости от типа трансмиссии. Механика или вариатор. Расход масла в граммах на 1000 км пробега до 500 грамм. Масло в двигатель заливается 0,30, 0,40 синтетика, 5,30, 5,40 синтетика и полусинтетика 10,30, 10,40, 10,60 и 15,40. Объем масла в двигатель составляет 4,3 литра. Замена масла производится 1 раз в 15 тысяч километров или 1 раз в год в зависимости от того, что наступает ранее. Судя по пресс-релизу, который выпустил завод-изготовитель Воский автозавод в Тольятти, ресурс данного двигателя составляет не менее 250 тысяч километров пробега в зависимости от правильной эксплуатации и обслуживания силовой установки. В заключении отметим, что двигатели с такой маркировкой оснащаются цепным приводом ГРМ, но при этом имеют две распространенные проблемы, такие как растяжение цепи и нюансы с натяжителем. Это нужно учитывать обязательно перед покупкой Renault Captur с передним приводом объема двигателя 1,6 литра. Также заметим, что замена цепи силовой установки регламентом не предусматривается, поэтому при растяжении элементов его необходимо сразу же менять. В целом двигатель такого типа является довольно надежным, экономичным и в меру оборотистым для городских условий эксплуатации, а также недорогой в обслуживании. Самое главное, не стоит бояться того, что его производство налажено в России. Основные узлы деталей проверены временем. Масляный жор, о котором отмечают некоторые автовладельцы автомобилей, такого типа с таким мотором являются единичными случаями и в массовом порядке на практике не проявляются. Кроме того, вы можете также на нашем сайте bazlite.ru посмотреть наглядно отзыв владельца по данному двигателю. По двигателю 1,6 литра HA16DE, которыми компонуются Renault Captur и Renault Duster, начиная с конца 2015 года. Более подробно эту и другую информацию вы также можете почитать на нашем сайте bazlite.ru. Ссылка на сайт будет под видео и под описанием. Если у вас есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, присылайте их нам на наш YouTube канал или оставляйте на нашем сайте, который будет указан под видео и под описанием. Большое спасибо вам за внимание. Всего вам доброго и удачи на дорогах. Субтитры создавал DimaTorzok